Все образовательные учреждения Первомайского района, пострадавшие в результате аварии на сетях ДРСК, принимают детей в штатном режиме. Педагоги ждут ребят в школах, уроки проходят сокращенно. В садиках для дошколят организовано горячее питание. В настоящее время у нас все три школы, которые пострадали от аварии, они открыты, они принимают детей, весь педагогический состав на месте. Уроки все сокращены. В данный момент мы находимся в центре образования «Вектор», корпус, который находится на Пацаево. Порядка 10 учеников находятся в школе в разных классах. Образовательный процесс для них организован как урочной, так и внеурочной деятельностью. Поэтому в любом случае школа, если работает в две смены, и в первую-вторую смену она детей принимает. Сады тоже все функционируют. Мы принимали детей с самого утра, как родители готовы были привезти детей в детские сады. И в садах организовано горячее питание организаторами питания, то есть перекусы, напитки горячие. Напомним, вечером 23 января на подстанции «Загородная» произошло возгорание. После ликвидации огня специалисты ФПС и ДРСК приступили к работам по устранению аварии. По информации ведомств удалось перевести тепловые насосные станции на резервные источники питания и запустить подачу теплоносителя. Теплотрассы входят в рабочий режим. В ряде многоквартирных домов началась подача отопления и горячей воды. Бригады ФПС ведут восстановление электрокабеля и оборудования пострадавшего в результате пожара. Как только специалисты ДРСК восстановят работу подстанции «Загородная», электричество вернется в дома жителей.